В Украине было как раз это питание, да? Ну я думаю, что тебе было бы развернуться на Евровидение, было бы... Не, ну мы еще поговорим на тему... Просто монстры, монстры уже выврывали, не требует... Вот, поэтому... Да, дай я про музыкальные все эти... Все эти музыкальные, телевизионные, ток-шоу, конкурсы и все остальное, они не результат, они процесс. Я очень многим артистам, когда еще был шанс говорить, ну не многим, конечно, тем, кто слышал, я им говорю, вы поймите, в то время там Кузьма, Наташа, Игорь были звездами музыкального Олимпа, скажем так, и я вам говорю, они так все тряслись, им всем так важна была победа, шанс и все остальное, я им говорю, зачем? Вы поймите простое, что вам важнее подружиться с Игорем, Наташей, Кузьмой, с продюсерами музыкальными, со всеми с делами, чем победа в этом конкурсе. Это гораздо важнее, даже не запомнится людям, а гораздо важнее, потому что если ты найдешь контакт с этими людьми, они тебе больше помогут. Вы думаете, за пять лет шанса кто-то взял мой телефон? Или... Нет, на самом деле, только два или три человека взяли мой телефон, попросили, то есть на самом деле, люди не понимают, это дело не в том, что у меня, не мой телефон, еще кого-то, надо реально понимать, что все эти конкурсы и талант-шоу, они дают только старт, они не результат. Да, это не панацея, есть много людей, которые получали вторые и третьи места и больше сделали, им это давало больше стимула для дальнейшего развития и все остальное. Просто где эти все победители? Да, просто на мою думку, Евробаченко, как и другой конкурс, будь-який, он дает, по-перше, аудиторию, это очень важно, потому что ты вышел на сцену и за три минуты тебя познакомила велика миллиона аудиторий. И, по-друге, ты имеешь возможность посмотреть, как это работает, как это работает, как это работает, как правильное шоу. Нет, технически это, конечно, меняет шоу, конечно. Это очень интересно, да, и ты можешь... Ну, ты подорожаешь в просторе и часе просто на сцене, будь-який вихід на сцену – это подия, а когда такая магия отбивается, свитло, звук, декорации, когда ты еще можешь и десь в логунести, то... Да, нет, Евровидение, конечно, большой шанс, но в то же время большой провал. Пойдем, я буду. Я подумал. Нет, вдвоем у вас все должно получиться. Нет, на самом деле даже на том отборочном туре в 2014... Я погода заслепала, тебе сухня была красава. Да, благодаря только моему платью она получила четвертое место. А третье? А, извините. Третье место на отборочном, поверьте мне, без продюсера в то время. Вот, поэтому, на самом деле, творите, создавайте... Было божание, энергия и вера. За шо я очень вдячна. Багато кто мне говорил, что ты так классно спевал, что ты так классно, это вы такие классные песни... Леша сказал, ну все, но я в тебе верю. И это очень важно, что он не просто критиковал, он что-то сделал для того, чтобы я стала красивой, только большей профессией, и чтобы про меня не зналися, и чтобы у меня не ставили какие-то серьезные... Да, знаете почему нельзя заниматься сексом на Крещатике? Понимаете, очень много советчиков будет. Поэтому, то же самое и здесь, понимаете, у нас... Да, у нас очень много специалистов, которые все все знают, все умеют, но ничего для этого не делают. Понимаете? Вы такие, на концерт выиграв Леша! Спасибо! На фанзону! Прекрасно! А есть еще питание? Бегите, люди, бегите! На концерт! Есть ли? В чем? Да-да-да-да! Ответили уже на все вопросы. Короче, 14-го часа в Карибиан Клабе... 8-го година вечера... Встречайте поющие куплеты! Комические куплеты! Комические куплеты! Комические куплеты! Комические куплеты! Залевки и Лария! По-моему... Ну, при-наме... По-моему, будет весело, хотя бы! Не то, звание слону снова боеваешь... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Да! Да! Со мной будет веселее, чем с ней, поверите! Да! Леша будет сидеть за першим столом под сценой, а я буду там на подскипте! Может, наоборот? Я поняла, в чем его все-таки гениальность! Он умеет всех выбивать из зоны комфорта! Вот это то самое любимое выражение! Ну, действительно! И вас же выбил! И выбивает каждую минуту! Как любимую подушку! Ну, это я еще не вовсе, как это... Как это... Не может быть ты, если я еще почувствую! Да! Это я еще так... Деликатничаю! А так бы, конечно... Да! Давайте, чтобы мы с Квит Киви... Потом, наверное... Да, уже потом... Ваше время и стекло! Ваше время!